Советский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении меча, который до смерти забил свою мать. На теле пенсионерки насчитали более 70 следов от ударов. Обвиняемый в ходе следствия настаивал, что его родственница выпивала, после чего сама много раз падала на пол. Тем не менее, следователям удалось довести уголовное дело до суда. Вот она была полная, она была спрятана, она была там. 48-летний электромонтажник одного из омских заводов пришел вечером домой. Дверь в квартиру оказалась открыта, а внутри наблюдалась привычная картина – пьяная мать и беспорядок. Со слов сына, 73-летняя пенсионерка коротала старость вместе с бутылкой и пропивала все деньги, которые плохо лежали в доме. Вот и в этот день мужчина пытался уложить родственницу спать, но старушке захотелось прогуляться. Я говорю, не ходи никуда, сиди вот дома. Ну куда с такой рожей ходить? Ну так вот я полкал. Пенсионерка не успокаивалась. Она пошла на кухню, где разбила банку, порезала руку. После чего сын понес ее мыться в ванную. Подозреваемый рассказывает, что когда он отошел за полотенцем, мать перегнулась через борт и упала головой вниз. Мужчина волоком оттащил мать в спальню и уложил на пол. Мужчина волоком оттащил мать в спальню и уложил на пол. Мужчина волоком оттащил мать в спальню и уложил на пол. Сын делал матери искусственное дыхание, но пенсионерка не приходила в себя. Потом он вызвал скорую, врачи смогли только зафиксировать факт смерти. В совершении преступления подозревается родной сын потерпевший, который дал показания о том, что в течение недели его мать пьянствовала, между ним и ею происходили конфликты, в ходе которых, как он поясняет, его неоднократно толкал, от его толчков она падала. В молодости мужчина уже был судим за изнасилование девочки. Сейчас за убийство матери ему грозит до 15 лет колонии.